Бог все усматривает. Такую возможность нам дал вместе вот так вот встречаться. Давайте мы с вами помолимся, потому что очень важно начинать все с молитвы. Наш Господь, мы сейчас благословляем Твое имя и призываем Его сюда. Во все дома Твоих народов, во все дома Твоих людей, Господь, мы призываем Твое имя. Пусть Твой Дух утешает нас. Мы нуждаемся в Тебе сейчас, Господь. И даже очень нуждаемся в том, чтобы Дух Радости на нас сошел. Несмотря ни на что, Дух Радости, мой Господь. И в тесноте мы будем славить Господа. Потому что Ты с нами. Потому что Ты Бог наш. Потому что Ты нас ведешь. Слава Тебе за все, Господь. Я верю, что Вы говорите «Аминь». Вы знаете, действительно, время очень интересное. Время, когда мы особенно много молимся, я думаю, с колен не встаем. Лично я могу сказать о себе. И все время ищу «Господь, что Ты хочешь сказать в этом времени?» Что Ты хочешь сказать этим временем? Что Ты хочешь показать нам, Господь? И вы знаете, вот как-то услышал это слово, хочу поделиться. Это очень интересно, то, что мы часто говорим, что живи так, как проповедуешь, проповедуй так, как живешь. Но для меня особенно эти слова стали как-то звучать. Вот, к примеру, Павел сказал такие слова. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Это истинная правда. Действительно, Его Царство, оно в слове в силе, так могу сказать. Его Слово в силе. Но в последнее время мы очень часто слышали, как народ говорил, ну, некоторые из народа говорили, что болеть человек не может, верующий не болеет. Кровь Христа такая сильная, что всех нас покрыла и исцелила. Мы не болеем, мы уже готовы. Мы должны больных исцелять, прокаженных очищать, мертвых воскрешать, бесов изгонять, даром получили, даром давать. Кто из нас не хотел бы этого? Я первая хочу. Я первая об этом мечтаю. И жду, и имею обетование. Но если это действительно сейчас у нас уже есть, вот Бог тестирует, а Бог показывает, готовы? Вы можете это уже делать сейчас? Тогда почему по домам закрыты? Тогда почему не в эпицентре? Почему не видно все это? Почему страх в народе Божьем появился? Не у всех, но у многих. И те, которые говорили, и те, которые кричали, где? Где все это? Знаете, что хочу сказать? Что исповедовать Логос не значит получить Рема. Когда Иисус сказал это ученикам, Он дал им определенную силу и власть. И они не прятались от прокаженных. Они на два метра от прокаженных стояли. И маски одевали, и перчатки. Они шли и исцеляли. Я верю, церковь к этому призвана. Она должна вот в такое время себя показывать, себя являть. Но почему-то этого нет. И я понимаю, что сейчас время испытания церкви. Бог хочет показать, готовы ли вы? Я хочу дать, а вы готовы. Вы знаете, что апостол Павел сказал очень интересные слова. А тех, которые умеют говорить, что они уже состояли, что они уже все имеют, все у них есть. Но почему-то на самом деле не таковы. Он говорит, вы уже присытились. Вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать, ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти. Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся. С каким сожалением говорит Павел об этом? Они себя так чувствовали. Они о себе так говорили. Но являлись ли они таковыми? Как говорит апостол Павел, ой, если бы, тогда мы бы с вами царствовали. Но почему-то не с апостолами. Они гордились. И Бог говорит, что он испытывает, испытывает сердца, испытывает слова каждого возгордившегося. Как часто слова расходятся с делом. Но Богу нетрудно проверить. Вот посмотрите, маленький тест. Маленький тест. И сколько трусливых оказалось. И сколько оказалось тех, которые боятся. И которые не являются теми, о чем говорили. О том, что не страшно, мы не болеем, мы... Да. Да, мои дорогие, мы должны стремиться ко многому. И мы приближаемся к этому времени. И оно проявится. Но сейчас... Вот, пожалуйста, слова. Приду к вам и испытаю слова возгордившихся. Когда слова говорятся от имени Бога, или же слова говорятся для Бога, они испытываются. Бог всегда испытывает. И я вам скажу, что сатана тут же хватается за слово, чтобы показать. Готов ли ты свое слово укрепить? Даже Иов был испытан, его праведность была испытана. А хвастливые слова Петра тут же были испытаны. Как только он заявил о себе, что если даже все отрекутся, я не отрекусь, сразу пришло испытание. Когда ты что-то исповедуешь, знай, ты будешь проверен. Слова должны соответствовать тому, на что ты идешь. На что ты готов идти? За свои слова надо отвечать. Мне очень нравится вот такой верующий, как Джон Лейк. Он был очень давно, но не хвастался. Он действительно был христианином, который исполнял то, что верил. Он верил, что кровь Христа исцеляет, и он этим действовал. Во время эпидемии чумы он был в эпицентре. Он не прятался. А разве там не было других христиан? Было их очень много. Но даже эти все христиане настолько боялись, что прятались. А он шел вместе со своим другом и хоронил вот этих зараженных. И не боялся. И даже когда подошел к нему один из верующих и спросил, скажи мне, пожалуйста, о чем ты защищаешься? Как ты руки моешь, хочется сказать, какую маску одеваешь? То он сказал, брат мой, секрет вот в чем. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. Я верю, что до тех пор, пока моя душа находится в соприкосновении с живым Богом и Его Духом, который может течь в мою душу и в мое тело, ни один микроб не сможет прилепиться ко мне, ибо Дух Божий убьет его. Вот вера. Это вера, которая подтверждалась делами. Он не был только на словах верующих. Он действовал. Я верю, что он получил от Бога Рема. И я верю, что он получил от Бога помазание, потому что, когда Бог говорит в твое сердце, ты действительно двигаешься. Но если это не произошло, это пустые слова. Он был человеком глубоко убежденным в этом, что он проповедовал. Как Бог хочет, чтобы вот такая вера в нас была. Чтобы мы смело наступали, смело шли. Чтобы когда мы исповедуем, что кровь Христа нас защищает, она нас защищает. Мы верим, и мы так живем. А не трясемся по квартирам. А иначе это просто слова. Это просто теория. Есть теория, а есть практика. Есть человек, который теоретик, христианин-теоретик. А надо быть практиками. Но для этого надо знать Бога. Надо знать Его близко. Надо слышать Его, потому что Бог живой. Я вспоминаю свою молодость. Вы знаете, вот молишься, и Бог напоминает то одно, то другое. Я помню, как в далеком прошлом я проповедовала о силе Христа. Проповедовала о том, что Его сила крови действительно исцеляет от всякой болезни. Я говорила, теоретически, кровь Христа исцеляет от всякой болезни. И не задумывалась о том, что кто-то слушает это и принимает это не только теоретически. И среди слушающих была одна женщина, которая должна была делать на следующий день операцию уха. И очень сложную операцию. Она до этого сказала мне, чтобы я помолилась за нее, чтобы она пошла делать операцию. И когда я кончила проповедовать, помолилась за нее, благословила операцию, благословила хирурга. Но вот наутро кто-то позвонил в мою дверь. Я была очень занята, стирала, руки все в пене. Открывая дверь, стоит эта женщина, которая должна была быть на операционном столе. Конечно, для меня был сюрприз. Я говорю, почему ты здесь? Она мне говорит, вы знаете, я поверила, что Бог силен исцелять. Зачем я пойду делать операцию? Когда вы говорили, что Христос силен исцелить, я подумала, да, я лучше приду помолить из-за меня. Честно сказать, в этот момент я даже испугалась. Я подумала, вот язык, враг мой. Потому что я говорила теоретически. А человек принял это. Поверил в это. И пришел. И я стала за нее молиться. Сердце мне было очень страшно. Потому что я не ощущала ни силы, ничего, не понимала, как это будет происходить. Просто доверилась Богу. и молилась. И вы знаете, она исцелилась. Она исцелилась, потому что поверила в то, что кровь Христа все исцеляет, что Бог исцелил все болезни. Я поняла тогда очень интересную вещь. Чем ты больше даешь место Господу, чем больше доверяешь Ему, тем больше действует Его сила. Конечно, не наше. Конечно, мы ничего не можем, и мы не исцеляем. Все делает Бог, когда мы Ему доверяем. Поэтому Павел интересную вещь сказал. Второй Коринфлян 12.10. Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Бог не призывает нас быть сильными. Он призывает нас быть верующими, доверяющими Ему, искать Его лица, желать быть на том месте, куда Он посылает, быть готовыми послушаться Его, когда Он того желает, и где Он тебя и хочет видеть. Бог не дает своей славы никому, но Он себя прославляет через послушных Ему, через тех, которые могут вот так открыться, кто может осознать, да, я ничто, но все Господь. Но для этого все-таки надо иметь отношение с Ним. Вы знаете, я просто увидела, что сейчас Бог нас всех призывает в отношениях. Он закрыл нас в комнатах, потому что хочет научить нас искать отношения. с Близости с Ним. Из этих комнат мы должны выйти уже другими. Мы должны выйти с близкими отношениями с Господом. Не потеряйте этого времени. Не оставайтесь там просто китающимися из угла в угол. Ищите лица Божьего. Он хочет открыться. Он хочет вывести свой народ. в силе и во славе. Мы к этому призваны. Поэтому не упустите этого времени. И я вам скажу, да, я получила урок. Мы должны проповедовать так, как живем. И жить так, как проповедуем. Бог всемогущий. Он всемогущий. Когда мы говорим, что Он всемогущий, мы должны явить Его всемогущество, потому что слушающие ждут Его всемогущества. Я говорю это все потому, что не хочется, чтобы христианство было только лишь теоретическим. И чтобы христиане были только теоретики. Теоретически мы христиане. Нет. Я хочу, чтобы мы были практическими христианами. Практиковали Его силу. Практиковали Его власть. Практиковали. Для этого мы должны принять Его, какой Он есть. Бог испытывает. Бог испытывает наши сердца. Испытывает наши слова. Не надо хвастаться. Надо быть. Тот, который есть на самом деле, он меньше кричит, он просто делает. Дьявол смеется над теми, которые хвастливо говорят, заявляют, а потом прячутся. Не надо давать Ему повода смеяться над нами и над Господом. Вы знаете, что теоретики, они на самом деле очень боязливые. Если так посмотреть, как только что-то происходит, эти теоретики сразу роют себе окопы и прячутся. Они смелые только так на тренировках. А как война, так почему-то встают совсем другие люди. Те, которые не кричали. Они встают, они сражаются, умело, неумело, иногда ранеными бывают. Но они подставляют и свои плечи, и свою грудь. И защищают даже тех, которые в окопе. Как Господь хочет видеть таких? Верных Ему. Которые не прячутся. Которые идут за Ним. Которые ищут Его лица. Которые готовы. Готовы, куда бы Он ни послал. Которые, как бы Он ни повел следовать за Ним. И стоят до последнего конца. Вот таким хочется слагать гимны. А не тем, которые просто говорят. Говорят, кричат, «О, Господь все может, Господь, сила Его в крови, мы не болеем, на самом деле, раз и нет их». Вы знаете, я хочу поговорить немножечко об Иисусе Христе. Для того, чтобы показать, что абсолютно все испытывается и все испытываются. и каждое слово испытывается. Для того, чтобы утвердил Бог наши слова, Он их испытывает. Все, что вы пообещали Богу, Бог испытывает. Всякое слово, какое вы Богу произнесли и сказали, Бог испытывает. Чтобы оно приобрело силу и было Богом принято, что вы пообещали. Посмотрим Исаи, пророчество о Христе. Иисус был испытан отцом. Вы знаете, когда? Еще прежде создания мира. Прежде чем Бог поставил его краеугольным камнем, Он его испытал. Где? И как? Мы не знаем. Но он был испытан. Мы с вами прочитаем Исаи 28,16. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень. Камень испытанный. Слышите? Камень испытанный. Краеугольный, драгоценный. Крепко утвержденный. Верующий в Него не постыдится. Где испытанный? Бог только полагает, а Он уже испытанный. Он не здесь Его на земле испытывал. Чтобы положить Его в основании земли, Он уже был испытанный. Уже Богу было известно, что Ему можно доверить. На Него можно положиться. Если мы будем читать Захарий, Он описывает о Христе очень интересную вещь. Все было в плане у Бога. Все было Им определено. Весь план уже был расчерчен. Вы посмотрите, почему Иисус стал Альфа и Омега. Он являлся и началом создания мира и концом Его. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали это место, оно очень загадочное и очень интересное. Захария, 3 глава, 1-9. Я думаю, что сколько бы мы это не рассматривали, Бог может нам открывать еще больше, потому что это все великая тайна. Здесь говорится, как Господь избирает Иисуса еще до создания мира. Но вы только внимательно слушайте. До создания мира уже все было совершено. Посмотрите. И показал Он мне Иисуса, великого Иерея, священника, стоящего перед Ангелом Господнем. И Сатана, у стоящего по правую руку Его, чтобы противодействовать Ему. И сказал Господь Сатане, Господь, да запретит тебе Сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли Он, исторгнутый из огня? И И И И И стоял перед Ангелом, который отвечал и сказал стоящему перед Ним так. Снимите с Него запятнанные одежды. А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал, возложите на голову его чистый кедар. И возложили чистый кедар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял и засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу. Так говорит Господь Саваоф. Если ты будешь ходить по моим путям и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь. Выслушай же Иисус, Иерей Великий. Ты и собратья твои, сидящие пред тобою. Мужи знаменитые. Вот я привожу раба моего отрасли. Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом. На этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф. И изглажу грех земли сей в один день. Если вы внимательно слушали, где все это происходило, это все Ветхий Завет. Иисус еще не пришел на землю, еще не родился. Еще ничего не совершил. Но мы здесь видим, что Он уже стоит за пятнанных одеждами. Что уже одежду запятнанную с Него снимают. Одевают чистые одежды. Одевают венец. Все было уже Богом определено еще до создания мира. Почему и сказано, еще до состворения мира Он был распят. Но там же и говорится, если. Там и говорится, если. Было все испытано там. Прежде чем Бог послал Иисуса, все было испытано там. И Он был испытан. Когда Иисус пришел на землю, уже если не стояло, уже о нем говорилось. И Бог уже его называл. И верный, и чудный, и советник, и Бог крепкий. Отец Вечности. Князь мира. Бог смело мог уже говорить. Потому что испытал краеугольный камень, который положил в основание. Бог все испытывает. Каждое слово наше испытывает. Он испытывает наши желания, испытывает наши намерения. Испытывает наши сердца. Все испытано. Для того, чтобы нам доверить, для того, чтобы нас положить. Для того, чтобы что-то настроить, и нами двигаться. Все должно быть испытано. Бог не любит возгордившиеся слова. Я, я. Даже в Евангелии говорится, не говори, я сделаю. Говори, если Бог позволит. Хвастливые слова, они не бывают оправданными. Оправдывают действие. Слова должны соответствовать тому, как ты живешь и как ты действуешь. Надо быть практиками, а не только теоретиками. Даже если очень красивые слова, они могут оказаться пустыми. Бог может взвесить и сказать, пустые слова. Надутые слова. Пришло испытание, и где они? Поэтому Бог очень хочет, чтобы мы с вами были теоретиками. Он призывает нас, то, чтобы мы действовали. Призывает нас. Он хочет нас послать. Но для этого Он испытывает наши сердца сейчас. Это хорошее время для испытания. Каждый честно посмотрите в себя. На что ты хочешь пойти? К чему ты готов? Что у тебя горит в сердце? Бог дает время. И Он изберет тех, которые жаждут. Тех, которые хотят. Вы думаете, нас правительство заперло? Нет. Это Господь сделал. Он закрыл церковь сейчас. Почему? Потому что не готова. Потому что Он увидел, что в народе Божьем присутствует страх. Он хочет, чтобы мы увидели это. Но когда церковь будет готова, никто не запрет ее. Она будет в эпицентре. Как Бог нам и обещал. Никто не закроет двери церкви. Сюда будут приходить больные. И церковь не может шарахаться от прокаженных, от коронавируса, защищаться. Она должна наступать на болезнь. Церковь должна наступать на болезнь. А не прятаться. Что за церковь, которая прячется? По смеянию. Вы понимаете? Как мне хочется, чтобы мы показали всемогущего Бога. Поэтому стойте на коленях. Просите Господа силу. Просите послания чужих. Те, которые хотят. Те, которые хотят. Пустых слов не надо. Надутости не надо. Крикливости не надо. Это все испытано. Крикуны опозорены. Бог хочет видеть церковь. Из этой пустыни должна выйти церковь. Сильная, мужественная, могущественная и бесстрашная. Церковь должна быть бесстрашной. Запомните, мы живем в очень интересное время. Это действительно последние времена. И то, что происходит, свидетельствует о том, что мы живем в последние времена. Это еще не конец, как некоторые говорят. Все, конец уже. Нет. Это просто последнее время. И Бог нас выведет. Но выведет тех, которые сейчас осознают и изберут и примут ваше желание Бога. Вы сейчас в комнатах своих. Ищите лица Бога. И выйдите оттуда уже новыми, другими. Церковь должна встать. Я вас благословляю. Церковь, я вас благословляю. Я очень верю в то, что мы встанем в большую силу. Что мы из своих комнат выйдем, как из пустыни невеста. Будут говорить, откуда это чудо? Откуда вышло это чудо? Я призываю вас к этому, дорогая церковь. Давайте мы с вами помолимся сейчас. И кого это касается. Кто действительно избирает. Кто действительно чувствует в себе, что он мужественно пойдет за Господом. Молитесь со мной. Господь и Бог мой. Ты знаешь желание моего сердца. Ты знаешь жажду. Ты видишь, что ничего не может меня остановить. Потому что Ты вложил в меня это желание. И оно мною движет. И я не могу, Господь. Не могу остановиться. И я жажду Тебя, Господь. Я жажду явить Тебя этому миру. Я жажду, Господь, явить Твою славу. Я так хочу, чтобы исполнилось каждое Твое слово. Все, что Ты сказал. Все хочу сказать только Аминь, Аминь, Аминь. Да будет так. Да будет так. Господь услышь. Поднимай сильных. Поднимай мужественных. Поднимай верных. Убери страх из народа Твоего. Коснись сейчас сердец. Коснись тех, которые жаждут Тебя так же. Которые готовы пойти за Тобой, куда бы Ты ни повел. Я знаю, у Тебя есть верные. Я знаю, Господь. У Тебя много верных. У Тебя целая армия верных. Поднимай их, мой Боже. Поднимай. Пусть сегодня, вот в эти времена, которые очень нелегкие для нас, будут для нас благословения, окажутся для нас благодатью. В это время, Господь, да найдем мы близость с Тобой. Откройся. Открой небо для нас. Открой. Мы хотим ходить в небе. Хотим ходить в Твоем присутствии. Хотим носить Твое присутствие. И принести это присутствие в этот мир. Твою славу принести в этот мир. Благослови Церковь. Благослови. Мы ждем Тебя. Ждем. Во имя Иисуса пусть будет так. Аминь. Церковь, будьте благословенны. Аминь. 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 Аминь.